Погорельцам в Ибресях предоставят новая квартира. Об этом заявил глава Чувашия на совещании по вопросам оказания помощи пострадавшим. Напомним, что в поселке 2 апреля сгорел Датла 7-квартирный барак, в котором проживал 21 человек. Наша съемочная группа сегодня побывала в Ибресях. С подробностями Дмитрий Квалев. Разрушены стены, провалилась кровля, на пепелище повсюду разбросана кухонная утварь. Огонь уничтожил барак Датла. Уже известно, что очаг возгорания находился в одной из квартир. Предварительная версия – короткое замыкание проводки. Проверка продолжается, но, по всей видимости, специалисты не скажут ничего нового. Местные жители давно жаловались на неполадки в электросети. Из-за того, что был сильный ветер, он был западный, и коридор как раз с задувания пошло, и практически люди не успели вытащить свое имущество. Деревянное здание выглядело быстро, как спичка. Огонь уничтожил все на своем пути. Вот так сейчас выглядит коридор. Из своих квартир жители успели вынести только ценные вещи и документы. Спасти свое имущество попыталась только одна женщина. Очевидцы рассказывают, что из горящего барака она хотела вынести личные документы. Огонь в комнате в это время полыхал вовсю. Выбираться женщине пришлось через окно. Она получила серьезные ожоги, и теперь за ее жизнь борются врачи. То злополучное утро вспоминают с содроганием все жильцы. В любое время им готовы оказать психологическую помощь. Соседка кричит, что пожар, пожар. Сначала что-то вроде не придало значения, а потом дым пошел уже этот. Буквально пять минут я пока собиралась, ребенка младшего вытаскивала, буквально уже крыша вся горела. Многие погорельцы на время разместились у своих родственников. Двум семьям крышу над головой помогли найти поселковые власти. Пока квартирный вопрос не решится окончательно, люди будут проживать в Ибресинской гостинице. Здесь для них создали подобающие условия. Обеспечили предметами первой необходимости и питанием. Один на один со своей бедой жителей не оставляют. Вчера первая помощь была уже оказана. Администрация сработала вовремя. И соцзащита, Минздрава, Чувашии тоже. Они включились буквально вчера с 11 часов. И в течение дня проработали все вопросы. Материальную поддержку людям окажут республиканские власти. Деньги будут перечислять каждому погорельцу. Сейчас необходимо все подсчитать и в самое ближайшее время оформить документы. На каждого члена семьи до 100 тысяч рублей. Но для этого нужно подтверждение всех документальных материалов для того, чтобы с бюджета деньги мы перечисляли. Новое жилье для погорельцев планируют построить к концу года. Из ветхого барака людей переселили бы в любом случае. Четыре года назад здание было включено в федеральную программу. В ближайшее время в районе объявят аукцион и выберут подрядчика. По программе переселения граждан из аварийного жилья на 2013 год только по Ебресинскому району предусмотрены средства в объеме порядка 37 миллионов. 1200 квадратных метров будет переселено. Сгоревший барак Михаил Игнатьев потребовал снести уже до мая. Жителям поселка ничего не должно напоминать об этом пожаре. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика.